История нашего героя, участника Великой Отечественной войны, типична для многих ветеранов, рожденных в 1925-м. И все же есть в его военной биографии особый факт, о котором он долгое время умалчивал. Сначала я по простоте душами рассказывал, а потом почувствовал, люди очень по-разному смотрят. А штрафник, штрафник – это, извините, негодяй. Но разве можно было тогда, в 1943-м, даже предположить, что десантник, награжденный Орденом Красной Звезды, может оказаться в штрафном батальоне? Сегодня заслуженный работник физической культуры Российской Федерации Борис Михайлович Вараханов с волнением вспоминает, как уже в мирное время его преподавателя кафедры физической культуры Московской консерватории принимали в партию. Лектор выступил в мою пользу. Два Орденера Красной Звезды имеет, в чем ее можно упрекать. Что он был штрафник по молодости, по глупости. Он родился в Московской области, деревне Сафатова, Волоколамского района. В семье Михаила Ивановича и Евдокии Федоровны Варахановых было четыре сына – Иван, Виктор, Борис, наш герой, и Женя. Отец работал столером и плотником. Мама, уборщица, умела только кое-как расписаться. Все ее внимание и дела были прикованы к домашнему хозяйству и к детям. Борис Михайлович вспоминает, что у него была особая тяга к музыке. Остались в памяти хорошие народные песни, благородного содержания и такого душевного звучания. Поедем, красотка, кататься. Давно я тебя поджидал. В 1934 году ваша мама, Евдокия Федоровна, осталась без мужа, без дома. Что тогда случилось? Отец был на стройке, участвовал в строительстве дома. И там с ним случилось несчастье. Он упал вниз в подпол, порвал пах. Его отвезли в больницу, в Волоколамск. Там сделали операцию. И сделали это у Вани Ляшлева. В результате у него возникло заражение. И он вскоре скончался. Причем, как говорят, беда не бывает одна. Одновременно в эти же дни в деревне случился пожар. Сгорели шесть домов, в том числе и наши. Причем пожар был ночной. Мама успела нас поднять и выгнать на улицу. Выйти в сарай, открыть и выгнать корову. И практически мы ничего из дома не могли вынести. Сначала осиротившая семья жила у отцовых родителей. А через полгода на деньги за проданную корову удалось купить часть дома в Волоколамске. Евдокия Федоровна устроилась подручной в хлебопекарню. Старший сын Иван к тому времени уехал в Москву учиться при заводе. Следом за ним, окончив семилетку, отправился Виктор. Потом пришла моя очередь, тоже семилетку, и поехал в Москву. Там в поисках техникума я остановился на гидрометеорологическом. В тот день, когда препродуктору объявили о вероломном нападении на нашу родину, Борис Вараханов готовился к сдаче экзамена по химии. Экзамены, конечно же, отменили. Прошла там, может быть, неделька, объявляют, что техникум, мужской состав едут на трудовой фронт. Привезли нас в Брянскую область и стали мы строить оборону, Копать противотанковый рот и впоследствии траншеи и пулеметные гнезда оформлять. Работали мы с утра, в 6 часов нас поднимали, И шли на объект работы. Работали до 6 вечера. Кормили нас прямо там, где траншеи. В конце августа ребят вернули в Москву. В техникуме уже расположился госпиталь, И поэтому все учащиеся разбрелись по домам. Борис отправился к матери и младшему брату в Волоколамск. В октябре немцы были близки от Волоколамска. Тогда все, кто хотел эвакуироваться от военкомата, давали лошадей. Недолгое путешествие в эвакуацию закончилось тем, Что они вновь повернули к своему дому. Путь на Москву был отрезан. Немцы тогда шли колоннами навстречу. Что осталось в вашей памяти? Колонны немцев были еще в летнем обмундировании. Погода еще позволяла им вот так свободно чувствовать себя. Колонны шли бодрыми. Чувствовали, что они верили в победу, И что впереди Москва, и, наверное, скоро может быть конец. В Волоколамске была виселица 8 повешенных. Их дом был занят немцами. Какое-то время Варахановы ютились у соседей. А потом решили отправиться в родную деревню Сафатова. И до освобождения нашими войсками Волоколамска Они жили в молельном доме среди староверов. А потом было очередное возвращение в свой дом. Мать устроилась работать уборщицей в райпотребсоюз, А Борис на обозомеханический завод учеником Столлера. А через три месяца в Волоколамске была восстановлена метеостанция, Куда Бориса пригласили метеорологом-наблюдателем. И там я работал до призыва в армию. В январе 1943-го призывнику Вараханову было 17 с хвостиком. Сначала он попал во 2-е Московское военное пехотное училище. У нас было 5 батальонов. В батальоне 400-500 человек. Вот я был в 5-м батальоне. Нам устроили комиссию. Из 5 батальонов отобрали 1 батальон наиболее подготовленных таких ребят. А остальные 4 батальона снарядили и отправили на Курскую дугу. Борис Вараханов оказался среди наиболее подготовленных курсантов. Их батальон направили в Раменское в состав 9-й гвардейской воздушно-десантной бригады, где начался новый курс обучения. В результате юные бойцы имели на счету 7 прыжков с парашютом с аэростата и самолета. Нас стали вселять, что мы не натики были, а что десантные войска. Вот как там написано, кто кроме нас. Потом вдруг подъем, по тревоге. Нас сбросили для прорыва свирской обороны по Ленинградам. Река Сверяна соединяла Карелию и Ленинград. Она довольно широкая была, до 500 метров. Вот. И финны держали оборону уже полтора года вдоль берега, своего берега. Пока мы их не сдвинулись в место. Устроили хорошую артподготовку. Больше двух часов берег финский разгромили основательно. И вот мы пошли в атаку. Таким образом мы погнали финнов. Первую награду в ордене Красной Звезды я получил уже в районе Самбатуксы. Это крупный населенный пункт. И там финны нас остановили. И основательно. Не могли дальше идти, и мы не знали переднего края Уфина. Вот там, в нашу роту, наш взвод отправили в разведку. Выстрелились мы. Ну, кто хочет пойти? На разведку всегда добровольцы. А я спрашиваю у взводного, а кто пойдет в старшем? Вот. Он говорит, вот ты пойдешь в старшем. Вот так. Я напросился и не собирался, может быть. Перейдя линию фронта, разведгруппа Вараханова обнаружила расположение финнов. Определила место пристрелки их минометов и даже захватила языка. Я ввел себя по-мальчишески. Бесстрашно. Я не верил, что я вдруг окажусь убитым. Ну, как это? Меня убьют, я не буду живой. И это без вранья я ребятам воодушевлял. В разведке очень зависело, кто возглавляет разведку. Меня вызвал майор, я даже не знал, что он с политотдела. Стал расспрашивать. Это самое. Как? Я говорю, ну, приказ командования выполняем, все как надо. И меня спрашивают, ты комсомолец? Я говорю, да. Я тебе дам рекомендацию члены партии. Я говорю, ну, спасибо, хорошо. Мы все готовимся к партию. Потом остановился, вот, достает и вкручивает мне красную звезду. Мы продолжали наступление. Взяли Санбатоксу, взяли Аланец. И выли в районе, вышли на новую границу, в районе Петкеранты. Немцы остановились и запросили мира. Именно тогда у вас и появился трофейный финский автомат. Он работал мягко, как швейная машинка. С этим трофейным автоматом Вараханов еще не раз ходил в разведку. С ним же оказался на окраине Калинина, где после свирской обороны ожидалось пополнение батальона. Встали как партии, это самое, землянки, вот, устраивались. И тогда был приказ ждать, у кого есть трофейное оружие, знать. Ну, кто ждал, кто припрятал, вот так вот. Вы тоже припрятали? Ну, автомат, да. Жалко мне было, думаю, еще пригодится. Именно в тот период Ротный отпустил Бориса Вараханова и еще одного земляка, Женю Горяева, в семидневный отпуск. Мы на радость их собрались, вот, и я прихватил с собой автомат, патрончиком взял. Борис Михайлович вспоминает, как дома он бегал тогда с 13-летним братишкой в овраг и учил его стрелять. Время отпуска промчалось незаметно. Поехал я в роту, а автомат оставил дома. Мать его закопала в заваленку. Это элемент мальчишества, конечно, был. Ну, что-то говорить. Когда я уезжал в отпуск, сообщили, что Вараханов уехал с оружием. Когда я вернулся, через два часа, там уже было известно, Вараханов вернулся без оружия. Меня вскоре вызывает к ротному. Прихожу к нему в землянку, там сидит старший лейтенант. Ну, поговорили, как я отдохнул, и потом вдруг у меня прямой вопрос. А куда вы делали оружие? Автомат. Я растерялся. Он меня взял и повел в контрразведку. Его судил военный трибунал. Осудили за 10 минут. Зачитали мне, что оружие могло попасть к врагам народа, к бандитам. Этот факт подходит по статье 193 пункт 14 Д от трех лет до высшей меры социальной защиты. Расстрел, приговор, пять лет тюремного заключения с заменой двух месяцев штрафной работы. И все, поезжали в Москву. Пересылочный пункт штрафников располагался в здании общежития МГУ. Вараханов отлично помнит, как его переодели в старую застиранную форму и выдали справку на орден, изъяв саму награду. И дальше уже везде сопровождала охрана. Штрафная рота формировалась из военных пространств, и из уголовников, и дезертиры были там. Самый разный народ. В течение месяца в пересылочный пункт отправляли на пополнение штрафных рот 400-500 человек. Через 10 дней, каждую декаду. В штрафную роту их везли в телячьих вагонах с колючей проволокой. Вы готовы были дальше воевать? Да, конечно. Больше того. Искупить вину своей кровью. Это у многих из нас было. Кто чувствовал себя виноватым, слава богу, некоторых не расстреляли, а отправили в штрафную роту. Привезли в Литву, разгрузили на полустанке и повели 12 километров на место сбора. Попали мы 120 человек, 129-ю ОАШР. Это отдельная армейская штрафная рота, которая была придана стрелковой дивизии. Штрафные роты передавали то одной дивизии, то другой. Поселили в землянках, еще охрана была, но немного было нас охранников. Повели нас на передний край, и там мы продолжали копать траншеи. Стали обучаться, как вести разведку боем. Вот, ура-ура, кричали. Вот так. Через некоторое время сняли охрану, выдали нас оружие. Оружие давали такое, стрелковое, автоматы. Четыре отделения, четыре автомата, четыре ручьих пулемета. Дальше были эти самые, корабины. Причем оружие выдавали не вот, вот это тебе, это тебе. А все выложили, высыпали. Вот, и на расхват. Ночью нас разбудили, построили, выдали сухой паек и дали водки. У вас появилась возможность искупить вину своей кровью. Сейчас пойдете на передний край, пройдете в разведку боем. Должны быть занят первой линией траншей, немцев взять в пленных и удерживать траншеи. Потом по сигналу из наших траншей должны были отойти, закончив разведку боя. Вот. Вот так. Желаю вам успехов, но знайте, что сзади вас стоят русские пулеметы. Пройдя три километра, штрафники заняли позиции в траншеи в ожидании артподготовки, после которой по команде взводных они пошли в атаку. Кругом были взрывы. Ах, ах, горячим воздухом бросало тебя. Бери минометы. Да, мы должны были кричать «Ура!». Черт, лысого, не «Ура!» мы кричали, а мы тюкались и орали, кто что хотел, как мог. После первой атаки из сотни штрафников в живых осталось 26 бойцов. Борис Михайлович, в третьей атаке вы тогда были ранены. Как это случилось? Разведчики дивизионные, не штрафники, они как бы сбоку были от нас. А мы лезли к черту в пекло. И там я был ранен. Вот у меня две жирки были, вот одна вот здесь. Задание в тот день рота выполнила. Взяла вторую линию траншей и притащила четырех пленных. А главное, те, кто получил ранение. Раненого в ногу Вараханова санитары доставили в санроту, где военный фельдшер извлек осколок. Я тут за ноги, за плечи, а он с лотка, там лоточек, где всякие, у них приборы. Взял пинцет, раздвинул, и залез пинцетом в рану. И он провалился. Вот. Без анестезии. Анестезии не было. Полагалось, на фронте, если не это, если давали стакан водки, выпил и тогда тебе. Черта лысого, они водку сами успели выпить. Осколок ему предложили взять на память. Мы все были суеверные. Я осколок не взял. Из санитарной роты вы попали тогда в госпиталь на полтора месяца. И в вашей красноармейской книжке тоже написали. Да. Искупил вину своей кровью. Судимость снята. Маму я успокоил, когда меня ранило. Нам, штурмникам, запрещали. Мы не имели права писать. Как только меня ранило, когда вот сняли с меня судья, я моментально три письма ей. Одно, а вдруг не дает. Другое, еще третье. После лечения Борис Вараханов попал на третий Белорусский фронт. 215-я Смоленская орденов Суворова и Кутузова дивизия. Стрелковую розу. Дивизии совсем не дала, встала в оборону. Вот. И передний край только толком. Ну, успели оборудовать. А пополнение дивизии получила только из госпиталей. Я как-то на данный момент забыл, что я десантник. Я уже привык к тому, что вот в 180 метрах немцы полечил прокурор, перед нами надо, и что нас могут в самое неожиданное время атаковать. Не было никакой надежды на то, что ты уцелеешь. Докуда дошла ваша 215-я дивизия? До Кенигсберга. Участвовали во взятии Кенигсберга. Кенигсберг взяли с 6 апреля по 9 апреля. Трое суток был немомерный бой. Взяли в апреле Кенигсберг, потом взяли Кройсбург, и потом взяли город, сейчас он называется Светлогорск, Раушер. С этой же дивизии 2 мая 1945 года вы отправились на Дальний Восток. Кончилась война с Японией. Я был, увы, старшим сержантом. Рядовой состав демобилизовали в наш 25-й год, а нас сержантские составили. Почему? Опытный народ, пополнение уже получили в 27-й год. Надо же кому-то командовать. И вот нас везли, лишних 2 года пронежали из Залычика. Вывели нас из Маньчжурии в мае месяце 1946 года. И там мы до 1950 года были там, в районе Пасиета. Слышали? Пасет, Краскино. А ведь в 1947 году вам еще посчастливилось побывать в отпуске на родине. И даже была мотивировка. У меня была справка на отобранный орден, что меня отпустили. Давали месяц на дорогу и 10 дней отпуск. В Москве справку на орден перепроверили на 100 раз и отправили ее снова на Дальний Восток. Награду 43-го года ему вернули по месту службы на Дальнем Востоке, где он оставался до 50-го года. После демобилизации я, не имея законченного образования, решил поступить не в техникум, которым я учился до войны, а в техникум физкультуры. По какой причине? В армейской газете на Дальнем Востоке там писали обо мне, в армейской газете, как об аксёре. Поступив в физкультурный техникум, Борис Вараханов припомнил и свое десантное прошлое. С удовольствием вел кружок парашютистов для учащихся. Окончил техникум с отличием и решил, чтобы не пропадал диплом, продолжать учиться. Поступил без экзаменов в институт физкультуры. Институт физкультуры я закончил в 57-м году. На четвертом курсе института Вараханов женился. В семье Бориса Михайловича и его жены Нины Александровны появится двое детей – сын Александр и дочь Елена. Работать он начнет, еще будучи студентом. Сначала в Московской консерватории тренером по лыжам, потом по распределению попадет в строительный техникум. В 59-м станет штатным преподавателем консерватории, где более 20 лет позже будет возглавлять кафедру физического воспитания. Сегодня наш герой вспоминает свои уроки и в других творческих вузах. В музыкальном училище, в школе-студии МХАТ. До сих пор пользуются вниманием статьи доцента Вараханова, посвященные различным аспектам воспитания студентов музыкальных вузов, преодолению напряжения перед ответственными выступлениями, развитию дыхательного аппарата музыкантов-духовиков, средствами физкультуры и спорта. Все заслуги Бориса Михайловича, все прожитые годы вызывают сегодня воспоминания. По-прежнему приятно будоражит музыка. А война, она словно старая рукопись, не сгорает в недрах души ветерана. Воспоминания о войне, они вот так вот есть просто, так что я не помню, не знаю, что было сейчас, а что тогда было, все в деталях досконально держится. Это не забывается, ну, никак.